В рамках акции «Мы вместе» депутат Государственной Думы Оксана Пушкина приехала в штаб Общероссийского народного фронта, чтобы встретиться с волонтерами и передать им средства индивидуальной защиты для работы, а заодно в качестве добровольца помочь тем, кому сейчас это необходимо. Видимо, тут журналистская специальность работает. Хочется все-таки все из первых уст. Я же все замечаю. То, чего, может быть, не замечает никто. И в каждую деталь вникну и влезу и так далее. Поэтому я никогда не оперировала официальной только статистикой. И поэтому у меня вы, инсайдеры, со мной на связи. И поэтому мне легче в этом плане реально работать и оказывать помощь. И вот в этом смысле волонтеры тоже всегда со мной. На волонтерах сейчас лежит немалая ответственность. Бывают дни, когда поступает порядка 80 обращений в день. Все они сразу обрабатываются. Люди в самоизоляции просят привезти лекарства, продукты, питание, бытовую химию. У всех разные нужды. Заявки сначала принимают в центральном штабе, затем отправляют по регионам. Далее идет разделение уже по кругам в главные штабы ОНФ. Численность нашего штаба в день в среднем 50-70 человек в зависимости от загрузки. Также у нас есть два автомобиля, которые нам выделила компания «Роуф». Бесплатно развозят нас, волонтеры. Также есть спонсоры, которые предоставляют нам питание и волонтерам, чтобы можно было перекусить элементарно. Лариса Кучерова живет с мужем. Оба пенсионеры и находятся на самоизоляции. Говорит, совсем не ожидала, что в качестве волонтера продукты доставит сама Оксана Пушкина. Сначала не поверила. Набор заказала довольно скромный. «Жду, что вы мне скажете купить вам. Я не знаю, я теперь поняла, что вам нужны овощи. Картошки. Картошки, сетки и хлеба, больше ничего не надо. А нам же еще, знаете, кто помогает?» «Кто?» «Да, у нас очень хороший центр, я знаю». Поход в магазин, покупка всего необходимого и доставка. При передаче обязательное соблюдение дистанции. Слов благодарности было немало и в адрес Оксаны Викторовны, и волонтеров, и не только. «Врачам спасибо большое. Всем. И медсестрам, и всем персоналам. Мы без них. И всем фармацевтам. Лекарства все есть». Волонтерская работа продолжается. Сегодня все больше человек вовлекается в эту деятельность. Получить помощь и поддержку в это непростое время должны все нуждающиеся. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.